Ребят, доброе утро! Сегодня второй день нашего путешествия в Томске. Второй день нашей, не знаю, медовой недели нахождения в Томске. И сегодня, что предстоит сделать? Сегодня мы будем отсюда выселяться. Конечно же, я уже созвонился, в принципе, нашел какой-то вариант, но как оно все будет, как оно получится, думаю, это все мы с вами как раз таки и увидим. Что конкретно могу сказать об этом хостеле? Называется он «Атлас», находится по улице Ленина, проспект Ленина где-то, ну, в общем, не важно. Койко-место, именно конкретно, вот такое вот койко-место, вот такое вот, стоит 650 рублей. Есть, что есть? Лампочка, есть розетка. Все. Если вы заселяетесь до 12 или выселяетесь после 12, то с вас берут... А, после двух. Заселяетесь до 12 и выселяетесь после двух, то плюс 250 рублей. Заселение, в общем, происходит в 12 часов, с 12, то есть после 12 надо. Мы этого не знали, и плюсом еще 500 рублей доплатили. А нам, конечно же, об этом сразу не сказали, сказали только после. Ну, вот такие нюансы, поэтому... Так, в принципе, ничего пойдет, переночевать одну ночь, конечно же, можно. Сегодня у нас снова прохладно, 14 градусов утра. И, как оказывается, нам нужно пройти от этого места всего 900 метров. Ну, посмотрим, что получится. Заехали, и теперь небольшой обзор. Это у нас входная дверь. Что тут есть? Тут сразу такая кухонная зона для того, чтобы готовить, получается, плита. Да, я не знаю. Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть из посуды. Вообще, есть ли что. Вот тут какие-то мешки для мусора. Посуда, в принципе, достаточно. Вилки, ложки. Так, дальше. Здесь у нас полностью что написано. Гостиница. Wi-Fi бесплатный, кстати. Wi-Fi включен. Здесь у нас что? Здесь у нас санузел. Стоит бойлер. Есть душевая кабина. Конечно, она ушатанная, но ничего страшного. Так, здесь у нас что дальше продолжается? Кровать. Диван. Также есть микроволновка. Стиральная машина. Чайник. Холодильник. Телевизор. Шкаф. Пожалуйста, куда вещи можно убрать. Квартира эта на первом этаже находится. По цене обошлось 1300 сутки. И 1000 рублей это получается депозит. То есть при выезде нам его вернут. Все, вот такая красота. То есть, по сути, мы бы за тот хостел, за двоих, отдали бы также 1300. Но разница, разница налицо. Еще одна особенность томских зданий, когда ремонт проводится, дома реконструируют. То есть, смотрите, вот по новой покрасили в такой цвет, который окно... Ну, дом был давно. Наверху окна покрасили. А там работа продолжается. Национальный исследовательский политехнический университет 1955 года. Впереди у нас лагерный сад. Тоже огромный. Вот мы туда направляемся. Останта лагерной сад. Впереди у нас лагерный сад. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Судя по всему, вон те стены серенькие... Это не просто серенькие стены... Это надписи погибших, имена, фамилии... Огромное-огромное количество людей... Ну у нас в Новосибирске же так... Подойдем ближе, посмотрим... Это все имена... И огромное-огромное количество... Вот таких вот установок... В несколько рядов... И с той стороны тоже памятника... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Немного негатива Ребят, написано смотровая площадка Непонятно Мы пришли на это место И тут Ничего такого нет, никакой смотровой площадки Есть, конечно, какая-то Вышка завалившаяся Перекосившаяся Металлическая Но на смотровую площадку Она не особо тянет Ну, в 2GIS написано Типа смотровая площадка Вот такая штука Технику встретили Думаю, даже можно залезть Пофотографироваться Такой танк Окошко у него Вот еще машина военная Пишите название В комментариях Это что у нас? Бардак? Вот это же бардак, правильно? Или я ошибаюсь? БРДМ, имею ввиду Еще немного техники Какой интересный Хозяйственный корпус Когда мимо проходили Ну, еще издалека Я почему-то предположил Что это администрация Но это, оказывается, Хозяйственный корпус Хотя, возможно, это одно и то же Хозяйственный корпус и администрация Но здание красивое Строение 1912-1914 года Это были казармы Томского военного полка Ну, а теперь здесь Это жилые здания Улица Кулева, наверное 32 Продолжение следует... Ребята, смотрите, что нашел Оба! Продолжение следует... Здание иконописной мастерской 1907 год Смотрите, на данный момент Здесь производят его реконструкцию То есть, судя по всему Кирпичи, они зачищаются Или очищаются Как правильно Ну, наверное, там болгарка проходит И не важно Сам факт Что здание реконструируется То есть, происходит Очистка кирпичей Ну, и в дальнейшем Не знаю, конечно, что будет делать Но вот Вот так происходит Реконструкция Здания Храм Федосия Черниговского И рядом с ним Находится вот такая часовня Зачем он Зачем он присознан А вот в этом здании В середине В середине 19 века Изучали томский климат На... Это улица Кирова Пересечение с Вершининой Ребят, оказывается Немного вас обманули Вот тот самый дом Тюменцева Где климат изучали А не тот Немного ошиблись Когда смотрели Подвагис Но он тоже рядом В общем, он... Вот он Доходный дом Адольфа Белевича Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Надеюсь, у нас получится Зайти Вот сюда Пока мы вход не можем найти Шли-шли И набрели вот на такой Парк Вот это терем Прям Как из сказки Вот это мы у тебя, наверное, пришли Какой-то ансамбль Субтитры создавал DimaTorzok Сауна Сауна Еще Сауна Сауна Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, это все жилые дома и на входе табличка просьбы не шуметь То есть, ну по крайней мере не запирается ни от кого, чтобы люди могли пройти и посмотреть Детская стоматологическая клиника Святой Варвары Только что были старинные дома и вот уже современная архитектура Контраст времен, тысячелетий, веков По тропе экологически чистой Какая-то Ель Сибирская А вон какой-то этот Ну я про это же Гнездо, не гнездо, не понятно Вот тоже какое-то интересное дерево Вот это вот Сосна, не сосна Не, это холодильник Ну да Интересная тропа Ольха серая Интересная тропа Да На дуб похоже Но не дуб, но ольха Ну Вот еще какие-то растения интересные Да это вот как-то лилии Вот такой Вон он Нет, вот С желтыми цветочками Куст какой-то А это вот целый Здесь лилейник А у нас почему-то тоже Везде какими-то этими Кустами растут А в этом году совсем нет Нет, ну наверное тут Солнечные часы то и есть Дворик Архимеда Вот это вот что за такое Это Пятнашки Ну наверное пятнашки Сами были какие-то Кубики здесь Их Куда-то дели Во А вот это вот что за мост Подвесной мостик С этими Как их С цепями Аттракцион Оригинальная скамейка Оригинальная скамейка Кого? Ну да Не знаю, мне кажется видно Так пруд какой-то Домик небольшой А вон мостик Это уточки Плавучий уточкин домик Тут рыба наверное есть какая-нибудь Прудная рыба Еще скамейка Скамейка из целого дерева Скамья Да Да Там несколько этих Домиков Плавучие Ну уточки там живут Может быть этих там высаживают Фу Кто-то же вот придумал Да Приучаются ко всему Да Там вязание Ухаживают А мы не сможем пройти Почему? А вот закрыто А ну так вон смотри Какой мостик там идет тоже А вот сюда мы не сможем попасть Да да Ну чтобы не падали Ну наверное Это все делают дети с педагогами Занимаются Откmek Утащат volte ras В Map Утр하고 Утр하고 Утрам 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 Продолжение следует...